Это зеленый лук, да, он не требует такого грандиозного ухода. Около тонны зеленого лука в день срезают в Егорьевских теплицах с сентября по май. Летом выращивают укроп, петрушку, рукколу и мяту. Товар реализуется в крупных торговых сетях. Зелень Злаишевского района продают не только в Поволжье, но даже в Омске и Сыктывкаре. Удобрения в этом тепличном хозяйстве практически не используются, поэтому проблем с импортозамещением здесь нет. А вот семена экзотической зелени, к примеру, шалфея или базилика, до недавнего времени покупали в Голландии. За последние несколько месяцев цена на них выросла почти вдвое. Партию по новым ценам еще не получали, но надеются, с поставками проблем не возникнет, говорит руководитель хозяйства. Уже начали искать замену итальянским насосам, которые качают воду из скважины. Насос на скважину увеличился в стоимости в два с половиной раза и с тенденцией к увеличению. Один насос стал раньше 28 тысяч, сейчас он где-то под 50-55. Будем переходить на наши российские аналоги, благо они есть у нас, Казанский завод производит насосы. Здесь же налажено и производство упаковки, и его собираются расширять. Но пока не определились с поставщиками сырья. Пленка, которую раньше покупали на московском заводе, поднялась в цене, и за ней сейчас очередь. Есть проблемы и с покупкой картона. Вся надежда на татарстанских производителей и соседей из Мариэл. Будем переходить, я думаю, в плане картона, может быть, на челны. И вот Марийский кембинат предлагает неплохие условия. А в плане пленки Оргсинтез может предложить что-то интересное. Будем посмотреть, что называется. За последние два месяца отпускная цена на продукцию этого хозяйства выросла, но товар все так же активно покупают. Поэтому в будущее здесь смотрят позитивно. В целом по Татарстану сегодня работает пять крупных тепличных хозяйств. По площадям это более 110 гектаров. Урожая хватает, чтобы почти полностью закрыть потребность татарстанцев в свежих овощах. Всего потребность населения республики Татарстан в тепличных овощах 49,4 тысячи тонн. По итогам 2021 года произведено 47,3 тысячи тонн овощей открытого группа. В том числе 40 700 тонн огурцов, 5-9 тысяч тонн томатов. На сегодняшний день в теплице произведено более 16 тысяч тонн овощей. Самый крупный производитель тепличных овощей в Татарстане – комбинат «Майский». Передовые технологии, программа энерго-ресурсосбережения. В результате их огурцы, томаты и зелень – это 85% от общего производства тепличных овощей в республике. На Всероссийском семинаре, который прошел в Казани, глава комбината поделился опытом по выживанию в условиях санкций. Кризисов хватает, а нам надо жить и работать, и производить, и обеспечивать наше население, наш народ свежими овощами. Санкции на нашу экономику могут причинить значительный урок, но они не вечные. За сегодняшний день работают на льготные кредиты. Это, конечно, помогает отдерживать. Мы приемлемо всех, кто тепличного овощеводства. 18 миллионов рублей из федерального центра выделено на поддержку хозяйств, которые используют искусственное освещение. Субсидию из расчета 30 рублей на гектар выделяет и республика. Это еще около 13 миллионов рублей. Кроме указанной статей государственной поддержки работы программы финансового обеспечения 70% затрат на проведение систем капельного орошения, на возмещение 60% затрат, связанных с поливом овощей закрытого груда. В целом на поддержку агропромышленного комплекса в Татарстане в этом году предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. 9,4 миллиарда – республиканские средства. Юлия Гоглева, Рамзель Гарипов, Марат Зайдулин, ТНВ, Татарстан.